Пока одни годами откладывают деньги, другие становятся миллионерами буквально за сутки. Как им это удается? Чаще всего это дело случая, удачная покупка или находка. А иногда нужно просто навести порядок в гараже. Делимся вдохновляющими историями везунчиков, умеющих сколотить состояние из ничего. Ход конем. Семья из Эдинбурга разбирала чердак и обнаружила там одинокую шахматную фигурку из слоновой кости. Никто из членов семьи не видел ее ранее, поэтому они решили отнести находку на аукцион Сатхебас. Артефакт оценили в очень большую сумму. Выяснилось, что эта фигурка является частью старинной шахматной доски, найденной в 1821 году на острове Льюис. Позже семья вспомнила об увлечении дедушки, он приобрел этот предмет 50 лет назад всего за 6 долларов. А продали шахматную фигуру в итоге за 1,2 миллиона долларов. Кружка на миллион. Житель Санкт-Петербурга решил убраться в гараже, и ему в глаза бросилась старинная кружка. Он хотел ее выбросить, но вовремя одумался. Внимание мужчины привлек рисунок. На посуде был изображен репрессированный российский революционер Григорий Зиновьев. Петербуржец обратился к экспертам по антиквариату и был крайне удивлен, когда узнал реальную ценность своей находки. Предметы с изображением репрессированных деятелей уничтожали, поэтому такая находка редкость. В итоге за кружку на аукционе дали более 4 миллионов рублей. Заброшенная легенда. Доктор Гарольд Карр был убежденным холостяком. Он дожил до 89 лет в одиночестве, без жены и детей, однако наследники у него все же обнаружились. Племянники не сразу добрались до вещей родственника из-за хлопот и юридических тонкостей. А когда добрались, не поверили своим глазам. В наглухо за претом гараже стояли и собирали пылистинные сокровища. Астон Мартин, Ягуар Етыпи и Бугатти Тайп 57 С Аталанти. Эту машину называют легендой автомобильного мира. Ее выпускали в 1937 году и собрали всего 17 штук. Элитные автомобили очистили от пыли и выставили на аукцион. Цена на такие машины может доходить до 8,5 миллионов долларов. Но если учесть, что именно об этой Бугате никто не заботился почти полвека, ее удалось продать несколько дешевле, машина ушла с молотка за 4,4 миллионов долларов. Колечко с секретом. Наша следующая героиня может похвастаться отменной интуицией. В 80-х годах прошлого века девушка гуляла по Лондону и совершила самую удачную покупку в своей жизни. Ее внимание привлекло кольцо с большим камнем по дельным бриллиантам. Она отдала за безделушку 13 долларов, но полюбила ее всей душой и носила, не снимая, в течение 30 лет. Когда кольцо потемнело, она обратилась к ювелиру. Специалист отметил, что сверкающий камень уж очень напоминает настоящий бриллиант. И не ошибся. Оказалось, что все это время у женщины под носом был алмаз весом 26 карат. В итоге она решила продать колечко. На аукционе за украшение отдали 847 долларов 667. Сокровище в паутине. Элл Черпиский из Иллинойса долго не решался на уборку гаража в доме погибшего брата. Когда американец шел наводить там порядок, он рассчитывал найти пыль, паутину, старые гайки и прочую ерунду. Однако, когда Элл поднял покрытый многолетними наслоениями паутины брезент, он обнаружил, что брат ему оставил в наследство кое-что по цене кучи ржавых инструментов. Под брезентом скрывался автомобиль, которому на вид было лет 100. Вызванный оценщик выяснил, что Элл был не так уж и неправ, машине было около 90 лет. Двухдверный раритет Marmon Model 50 1927 года выпуска простоял в гараже 50 лет. Авто купил коллекционер Денис Бридин. Он неплохо сохранился для своих лет. Работ по восстановлению предстоит немало, но это такой редкий вид кузова, отмечает покупатель. Сумма сделки не раскрывается. Но если первоначально автомобиль стоил порядка 2,5 тысяч долларов долларов, то сейчас не меньше 60 тысяч долларов. А если учесть, что это эксклюзив, другой такой машины на свете нет, то наверняка цена взлетела еще на несколько десятков тысяч. Пикассо на кухне. Жительница Рот-Айленда решила дополнить интерьер своей кухни оригинальной керамической тарелкой. Она приобрела посуду в одном из магазинов в 1970 году, керамика стоила около 100 долларов. Кто бы мог подумать, что черная тарелка с карикатурной мордашкой представляет огромную ценность? Спустя 40 лет женщина захотела обновить дизайн кухни, а все старые вещи выставила на аукционе. Среди хлама была и та самая керамическая тарелка. К удивлению американки, эксперты торгов идентифицировали посуду как тарелку Мадуро, которую расписал сам Пикассо в 1955 году. В итоге женщина стала богаче на 10 тысяч долларов именно за столько она продала артефакт. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.